Леха, Жека, а ты по мою душе что ли стоишь? Ну стою, да, жду, подписан на канал, ну я человек стеснительный по жизни, вот, все жду как придешь, хотел давно попасть в эфир, ну надеюсь сегодня не облажайся, в общем. Я очень волнуюсь. Я тоже, мы с тобой на одной волне сейчас. Это шоу вопроса за бабосы, но простым языком. Очень много различных слов, которые многие используют в своем рационе, но хрен поймешь, что эти слова значат. И даже, когда ты залезаешь в интернет, чтобы узнать значение этого слова, тебе дается миллион вариантов то, где и как можно это применить. Поэтому сейчас я буду тебе какие-то слова говорить, которые использует народ, и надо очень подробно нам описать, где, как, с примерами. Понимаешь, да? Да. Сложно сегодня. Сложно, но... Ну, можно. Интереснее. Да. Если ты сухо ответишь на эти пять вопросов, то я заплачу тебе 500 рублей. Если ты красиво разложишь нам все по полочкам с примером, тогда я заплачу тебе косами. Хорошо, попробуй. Эмпатия. Ну, эмпатия, как я себе понимаю, это какое-то такое сопереживание окружающим, человеку, там, способность как-то пропустить его переживания через себя. Ну, не так, что просто, что ты грустишь, там, соберись и это... Да не парься, короче. Нет, а именно пропустить через себя, понять почему, может быть, как-то поддержать. Может, если человек даже почувствует, что он с тобой, что ты с ним на одной волне, то как-то ему полегче от этого станет. Ну, как-то так я себе вижу это слово. Хорошо, на пятихатку ты уже нам наговорил. Супер. В разных случаях мы можем сопереживать эмпатию, и не только, когда человеку плохо, правильно? Конечно, когда хорошо, когда... Ну, в общем, как бы пропускать эмоции человека через себя, как-то подстраиваться, может быть, под его эмоции, ну, и показывать, что ты не просто как-то вот рядом с ним существуешь, а что ты испытываешь эмоционально то же самое, что и он. Пример. Какое должно произойти событие или что может произойти на планете, чтобы ты пережил это состояние эмпатии? Что-нибудь придумай. На планете да что угодно. Там футбольный матч, например, какой-нибудь. Вот Акинфеев как пенальти вытащил. Мне кажется, вся страна, кто футболом увлекается, ну, как-то на одной волне в этот момент была. Такой вот эмпатии, может быть, какого-то, не знаю, гордости, всплеска эмоций. Ну, как-то так. С тобой лично давай. Вот я иду, и со мной что-то произошло такое. И ты такой, уф, и ты испытал это ощущение. Что случилось, что за ощущение может быть? Ну, наверное, когда, знаешь, так бывает. Человек идет, там падает, коленкой ударился, и ты такой прямо, блин, прям чувствуешь эту боль. Или, там, ну, на спорте, например, не знаю, кто-нибудь мяч условно ловит, и такой бывает звук, как вот пальцы. Не то чтобы там ломаются, но будто выбиваются, и ты такой, блин, как же ему, наверное, сейчас неприятно. Засчитываем на тысячелку, хорошо. Дорогие зрители, если вы хотите дополнить, либо вы не согласны с тем, что значит это слово, напишите в комментариях свои мысли. Распишите подробно с примерами я и те остальные, кто смотрят это видео, будут вам признательны, если в комментарии вы дополните. Маргинал. Маргинал. Маргинал, да. Маргинал. Такое литературное вроде слово. Мне кажется, сейчас его, в принципе, используют ко всяким либо бомжам, либо... Пятихатка, я еще не знаю. Ну, да даже, мне кажется, к тем, кто, ну, как сказать, вот эти... Да кто-то даже хипстеров так называет, что поделать. Ну, как по мне, Маргинал, это, наверное, человек, который по какой-то причине остался за бортом общества. То есть, ну, понятное дело, что... Может быть, кстати, и по своей воле, кто его знает. То есть, общество по какой-то причине считает, что он, наверное, не достоин быть частью этого общества. То ли он грязно одевается, то ли он там как-то инако мыслит. Может, музыку какую-то слушает, да, плохую. Или вот играет где-нибудь на... У галереи, да. Все такие, да, ну, блин, какой-то чудик, короче, одним словом. Ну, и таких, мне кажется, зачастую называют маргиналами. Не знаю, как в словаре правильно. Не важно, как правильно в словаре. Вот серьезно говорю. Важно, как ты это сам понимаешь и правильно ли ты это понимаешь. Я к чему, мне нравится все, что простым языком. Потому что, когда я где-то учился, и когда я слышал всю эту информацию, либо читал, я в большинстве случаев ни хрена не понимал. Ну, определили, нет. Это всегда раздражало. Это все сложно как-то запоминается. Зачем нас мучают так сильно? Нет, что просто все объяснить с примерами. ЕГЭ готовить. А когда были преподаватели, которые разжевывали тебе, а разжевывать не надо. Просто вот скажи это слово и пример, пример. Все, больше ничего не нужно. Кейсы. Гештальт. Гештальт. Да, собственно, сейчас скажу, сейчас скажу. Ну, есть такое выражение, значит, по-моему, закрыть гештальт называется. Это означает, что ты что-то давно очень хотел сделать. Или у тебя была какая-то цель, какая-то там, может быть, установочка себе. Там, например, у меня вот незакрытый гештальт, прыгнуть с парашютом. Ну, я как бы прыгнул, то есть гештальт закрыл. Как бы поставил галочку в своем чек-листе по жизни, наверное. Вот, то есть, ну, что-то такое. То есть, какая-то цель, какой-то, ну, не знаю, какой-то такой пунктик, который ты для себя поставил, хочешь выполнить. И когда ты его, наконец, выполняешь, ты говоришь, да, гештальт я закрыл. Он может быть просто бытовым, правильно? Конечно, там, сегодня поставил цель сделать, там, девушке рагу какую-нибудь, да, все. И в моменте, что ты думаешь, что-то я не сделал. Приходишь домой, думаешь, гештальт, и ты прям чувствуешь, гештальт висит. Оказывается, это просто не сделал это рагу. Да, не сделал это рагу, а потом быстренько сделал, и такой, ну, все, закрыл, можно отдохнуть. О, здорово. Ты идешь на косарь просто лихо. Кто такой нигилист? Ну, нигилист, это из отцов и детей. Это тот, кто, тот, кто, ну, такой, типа, отрицает все, что вокруг устоялось. Вообще все. То есть они такие как-то на своей волне. То, что им там отцы говорят, это неинтересно. То, что общество думает вокруг, тоже неинтересно. Ну, то есть, ну, по сути, тот, кто отрицает вот вообще все. То есть там государственные устрои, какие-то, наверное, нормы поведения. Такие вообще принятые, да. Как бы ему неинтересно. Он вот сам по себе, свой мир у него. И ему там, наверное, хорошо. Из отцов и детей. Это Тургенев придумал это слово, что ли, получается? Ну, если я, опять же, свою тройку по литературе правильно заслужил. Ну, вроде бы там у них был такой товарищ у... В общем, у главного героя. Жека. Не знаю, честно говоря, как это называется. Тезка. Тезка. И вот он, насколько я помню, считал себя нигилистом. Это идеология, которая стала развиваться именно в то время в правлении Александра Второго. Идеология, которая сопутствовала молодежи, которой на все... Пофиг. Пофигу, да? И в то же время я лично залезаю в интернет, пишу нигилист. В одном очень крутом источнике написано так, в другой так, в третьем так. Вот сиди и думай. И выбирай себя сам. О, мне, наверное, больше нравится вот это вот понятие. Да? Поэтому читайте книги и выбирайте понятия не из источников, а пропустив через себя разные источники информации и формировав. И, читая Тургенева, я сначала, когда начинаю читать, и думаю, о, наверное, я нигилист. А потом я думаю, ни хрена я не нигилист. Да, наверное, нет. Потому что он все отрицает. Да. Именно тот. Тот-то вообще лют. Джека Базаров. Он говорит, насрать на все. Хрен с ним на мнение окружающих. Шут-то с ним с государством. Как его культура, музыка, все ему было начхать, неважно. Семья, родители любимые, которые так любили его. А он поразит. Нигилисты еще в Большом Любовске были такие картинные персонажи смешные. Это мне как просто вот белый лист. Не смотрел? Не понимаю вообще, о чем ты говоришь. Посмотри обязательно. Это что такое? Ну, фильм Большой Любовский. Большой Любовский? Да. Польский? Да нет, ну почему? Ну, он типа вроде как поляк по фильму. Или у него корни. Ну, тут не знаю, честно говоря. Но фильм кайфовый. Какое осталось? Пятое? Пятый вопрос. Музыкальный. Очень просто для тебя. Нет, не без музыки. Конгруэнтность. Ну, почему просто? Если ты знаешь все, что было до этого, слово конгруэнтность. Конгруэнтность. Для тебя будет как добрый день. Вообще первый раз слышу. Блин, это облом. И что мне с тобой делать? Сейчас подумаем. Конгруэнтность. Может, небольшую подсказочку в какую область копать? Ты представляешь, я сегодня думал, что сегодня без подсказок. Сегодня без подсказок. Я сегодня мало кому буду подсказывать, но тебе мне грех не подсказывать. Я специально приехал. Это не Гоша. Не то, что ты специально приехал, ты все красиво отвечаешь. Спасибо. Позор мне будет тебе не подсказать. Конгруэнтность. Это вербально-невербально? Вот такая подсказка. А ты уже сам рассуждай. Конгруэнтный. Как-то неконгруэнтно все это происходит. Вербально-невербально? Подсказка. Ну, вербально-невербально. Это обычно как это контакт между людьми. То есть, либо словами, либо как-то, ну, там, не знаю, прикосновениями, подмигиваниями. Он ведет себя неконгруэнтно. Как должен вести себя человек, если он ведет себя неконгруэнтно? Что у него не совпадает? Что с чем? Может быть, его действия с тем, что он хочет донести, или с тем, что он думает. Ну, то есть, такое вот идет, как сказать, ну, непонятно. Что-то вот там, может, не знаю, колбасится, или там как-то трясется. И думаешь, он, наверное, на панике, или там у него беда какая-то. На самом деле, он просто там, не знаю, танцует так. Ему вообще хорошо сейчас. То есть, ты, как бы, такой вот, думаешь, что он на дно, как бы, пытается тебе там как-то донести, или вот идет, орет по улице. Чего вот он орет? А ему просто хорошо, может быть. Может быть, так. Может быть, так. В общем, это не совпадение чего-то с чем-то. Идет человек, одетый в костюме, вроде бы депутат. Там у него прям депутатский костюм, и тут он начинает танцевать брейк. Это действие неконгруентное. Его вид не соответствует с тем действием, которое он делает. То же самое, что я могу выглядеть как бомжара, лютое. Ты на меня смотришь, я просто вонючая бомжара. И я начинаю здесь петь оперу какую-нибудь, и пою как не знамо кто. И это будет неконгруентно. Я веду себя неконгруентно, потому что не соответствует, опять-таки, моя внешность с моим действием. И так и действия, и звуки, и движения, и прочее, прочее. Либо неконгруентные движения. Я толкаю речь со сцены очень важную, про какую-нибудь, ну, что-то прям умничаю. А сам кривляюсь там, знаешь, и факи всем показываю. Как это выглядит? Это выглядит неконгруентно. Держи микрофон. Говори что-нибудь хорошее всем людям, которые живут на этой планете. Кстати, этот формат вообще и мой канал смотрят даже люди на других планетах, которые живут. Ну что тогда? Я, наверное, скажу тем, кто живет на нашей планете. Как? Старайтесь не учить термины, да, пропускайте информацию через себя. Конечно, побольше читайте. Вот, любите друг друга и, в общем, старайтесь не судить по людям, по их обложке, я думаю. Ну, всем привет, кто меня знает, конечно. Подписывайтесь на канал Жеки. Очень крутое шоу с простыми словами. Смотришь, да? Города, Россия, Руси. Ждем вторую серию про Рюрика. Сегодня вышло. Сегодня на втором канале я публиковал свое шоу музыкака. Я вел свадьбу. И все были там пьяненькие, веселые. И я там у них провел музыкак. Вот это кайф. Сегодня выйдет, сейчас мне обложку сделают, я домой приеду и опубликую свадьбу. Вот, зовите Жеку на свадьбу и вообще в любой блудняк, я думаю, он вам не откажет. Есть второй канал, понимаете, этих каналов как грязи. Короче, несмотря на то, что на последний вопрос ты ответил с подсказкой, ты, я считаю, заработал косарь. По-любому, по-любому косарь. Вот это приятно. Да, спасибо тебе, что ты приехал, чтобы... Я сегодня подтянул людей, я написал в Инстаграме, в Ютубе тоже написал, что я буду снимать, чтобы вдруг кто придет. Вот ты бишь, ты пришел. Да, в Ютубе увидел тоже. Думаю, дай что-нибудь посмотрю, пока работаю. Идет. Смотрю. Пока работаешь? Ну да. Где-то работал, дала? Ну, работаю из дома, да, надеюсь, босс меня не смотрит. Ну, не меня, а Жеку. Вот, но сейчас вернусь к работе. Ну, все. Ладно, спасибо, что я снимаюсь. Давай, спасибо тебе. Счастливо. Пока. Вот такая у нас сегодня рубрика. Шоу такое бешеное. В этом шоу нет задачи уличить кого-то в невежестве или в незнании. Наоборот, мы хотим разобраться. Разобраться и больше знать. Больше понимать. Чтобы в нашем лексиконе было больше слов. Естественно. Поэтому, если не согласны с ответом, если есть что дополнить, накидать примеров, прошу вас в комментариях. Пишите. Пишите. И мы будем с удовольствием читать. Я и те, кто не знают и не используют данные слова в своем разговоре. Будем теперь использовать, будем больше знать. Пишите. Я только за простым, понятным языком. Для меня простым. Для колхозника, необразованного. Три класса только закончил. Будьте любезны. Спасибо вам. Это чудесное кофе. Пью за вас. Лепо. Лепо. Субтитры делал DimaTorzok Спасибо за просмотр!